Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. В одном из кумертовских общежитий произошел пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания по улице Шахтостроительная 4. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие одного жителя. Горевшие квартиры увезли на скорой. Едкий дым, который распространился по соседям, вынудил людей временно покинуть свое жилье. Чтобы попасть в горящую квартиру, пожарным пришлось забираться по лестнице с внешней стороны. О причинах возгорания сообщил в эфире радио «Арис» инспектор пожарного надзора Олег Шарафуддинов. В 7 часов 15 минут поступило сообщение. При разборке и тушении пожара было установлено, что в квартире уничтожен диван, стены и потолок, помещения закопчены. Пострадавший у нас был передан сотрудникам медицинской службы. Поступил он с отравлением угарным газом. Предположительная причина у нас это неосторожность при курении, нетрезвенность в состоянии самого владельца квартиры. Была у нас произведена эвакуация жильцов. Напомню, инспектор дал комментарий в эфире программы «Дежурный по городу». Программа выходит на радио «Арис» по будням с 10 до 16.00. Номер телефона радиодежурного 2-22-05. Кувертауская прокуратура проверила деятельность комиссии по делам несовершеннолетних. Подробности узнаем у старшего помощника прокурора Людмилы Воробьевой. Она у нас на связи. Людмила Викторовна, здравствуйте. Расскажите, какие нарушения были выявлены и какое наказание последует? Здравствуйте. В прокуратуре города проведена проверка о исполнении законодательства об основах системы профилактики и безназдорности несовершеннолетних. В органах системы профилактики, к которым относятся в том числе и комиссии по делам несовершеннолетних и органы учреждения образования. Проверка показала, что перечисленными органами ненадлежащим образом выполняется работа по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, употребление ими алкоголя, наркотических, психотропных средств и веществ без назначения врача. По результатам проведенной проверки в адрес руководителей комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органов и учреждений образования, образовательных организаций профессионального и высшего образования внесено 10 представлений, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению допущенных нарушений и в дисциплинарной ответственности привлечены 22 виновных лица. Спасибо. Я напомню, что на связи с нашей студией была старший помощник прокурора города Кумертау Людмила Воробьева. Она рассказала нам о проверке комиссии по делам несовершеннолетних. В Кумертауский суд передано дело телефонного афериста, жертвами которого стали более 20 пожилых жителей Башкортостана. Мужчина использовал старую схему, звонил пожилым людям и говорил, что их ближайшему родственнику грозит уголовное наказание. Якобы он сбил человека. При этом он представлялся следователем и требовал денег, чтобы закрыть дело. В итоге многие пенсионеры переводили на его счет крупные суммы. В ходе проведенных разыскных мероприятий установили, что звонки совершались из Самарской области. В ходе проведенных разыскных технических мероприятий совместно с управлением уголовного розыска установили лицо, куда перечисляли деньги, кто снимал деньги. Организовали выезд в Самарскую область, набрали доказательную базу. И лицо, которое все это организовало, было установлено. То есть им оказался осужденный, который отбывает наказание в Самарской области в правительной колонии. Сюда его этапировали. Здесь провели все хрестные действия. И после этого направили уголовное дело в городской суд для рассмотрения по существу. Еще одно сообщение криминального характера опубликовал сайт МВД. Сетевое издание пишет, что кумертовские полицейские раскрыли кражу бытовой техники из съемной квартиры. В полицию обратилась 29-летняя местная жительница. Женщина сдавала квартиру и спустя некоторое время решила проверить состояние жилья. Однако на месте не оказалось ни квартиранта, ни бытовой техники. Подозревается 25-летний мужчина. Он уже неоднократно был судим за подобные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье. Кража. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.